Дискотека Поедем, наверное, на рыбалочку. Погода у нас, как всегда, хорошая. Ни дождя, ни облачка. Пора, наверное, выезжать. Нас ждут удивительные рыболовные приключения. Смотрим. Ого, какой-то ветерок поднялся. Наверное, будет дождь. Смотрим. Привет, друзья. Канал рыболовные приключения. И мы едем на очередные приключения. Время у нас 7.30 утра. Нормальные люди в это время уже заканчивают рыбалку. Ну, а отличные только начинают. Будем сегодня действовать по принципу. Наша рыба от нас никуда не денется. Ладно, друзья, смотрим. Ну, что, друзья. Полчаса уже в пути. Нам еще километров 40 пилить. Но не знаю, что из этого выйдет. Время как бы не радует меня. Ну, раньше возможности не было выехать. И шел дождь сильный. Смысл заехать и сидеть. Если бы я знал, что он так быстро кончится, я бы, конечно, поехал. Но я думал, что он зарядит на целый день. И ехать, и полдня сидеть в машине. Что-то мне не хотелось. Ладно, друзья, смотрим. Ну, что, ребята, я на речке. Вернее, я на озере. Что я говорил. Лодочка. Такая прикормочка у меня здесь забодяжина. Опарик. Тут перловка. Тут манка. Где-то у меня еще есть тесто. Я показывал, как его делать. Но сейчас пока не буду. Найду. Только раскладываюсь. Вот, друзья. Волна, конечно. Ладно, смотрим. Ну, что, друзья. Рыбка стала клевать. И так, смотрите, первый дуплет. Ловлю на опарыша. Густерочка. И микро-платвичка. Использую два крючка. И вот такая вот у меня штучка получилась. Ладно, друзья, ловим дальше. Ребята, погода супер. Идет дождь. Пока еще моросит. Все накрылись. Кто клеенкой, кто плащами. Ну, а я нормально сижу. Покажу в жинсах. В жинсах вот и в кофте. Ну и чего, друзья. Ладно, смотрим. Да, споймал уже пару платвичек. Одну уклейку. Продолжаем. А, и еще, друзья. Вот это, что я делал тесто с яйцом. Берет на него. Офигеть. Но я его в шприц не выдавил, так как у меня шприц забит манкой. Вот, второго шприца мне не было возможности найти. Пытаюсь так надеть, но она слишком клейкая. Со шприца было хорошо, а так, мучаюсь, но ничего, Ребята, очередная густерочка. Ладно, закормился. Клев пошел, смотрим дальше. Ну что, ребята, спрятался я пока в машину. Клев хороший, плюет платвичка, густера, клейка такая здоровенная попадается. Но погода меня не радует. Выпал я на берег, немного пережду. Посмотрю, что будет твориться. Смотрите, какой ветер. Вон, и там идет, очень мне не нравится, черная-причерная туча. Вот. Волна, конечно, тоже там на озере немаленькая. Но ничего, сейчас посижу пару минут, посмотрю, чем это кончится. Если начнется дождь, спрячусь в машину, если это сейчас через полчаса там, допустим, подожду, прогонит, поплыву обратно. Ладно, смотрим. Ну что, ребята, эта тучка подходит к нам. Я очкую, пока подержу машину. Ну что, ребята, начался дождь. Все поубегали. Просвета и не видно. Вот, ладно. Хоть пару часиков половили, а теперь пора нам отсюда линять. Там так сверкает, гремит, что что-то мне становится страшно. Ну ничего, прорвемся, я думаю. Все у нас будет хорошо. Ребята, прошло полтора часа, я дождался. Дождь кончился. Друзья, баркас опять на воде. И мы продолжаем. Ну что, я опять на тучке. И, ребята, тарадан, 15 секунд и первая рыбешка готова. После грозы клев хороший. Ладно, продолжаем. Смотрите, какую споймал уклейку. Я такой еще в жизни не видел. Это, блин, не уклейка, это как чихунь. Ё-моё, вот это рыбина. Да. Таких у меня еще не было. Ладно, смотри. Ну что, друзья, споймал я только что одну хорошую плотвичку. Применил я хитрость. Так не клевало. А вот в ведре у меня здесь, где прикормка, там, туда накидал перловки. И вы знаете, на эту перловку отцена наклевала. на обычную перловку не хочет. Или еле-еле. А вот именно которую достаешь с прикормки, вот это, ребята, тема. Ладно, ловим дальше. Друзья, пожалуйста, выключил камеру. Плотвичка готова. Вот как-то так, не хочет она позировать. Ладно, ловим. Очередной, а не, густерочка. Густерочка очередная, друзья, небольшая, но берет на перловку. Ловим дальше. Что, друзья, очередная плотвичка. Или это красноперка, стыдикая, красная ее глаза, красная сама. Ладно, не важно. Будем называть ее плотвичка. Споймана на нашу супер придуманную снасть. Какую снасть, ребята, это же насадка. надеваем очередную перловину и сейчас будем ловить следующую. Смотрим. Смотрите, друзья, поехал все-таки, мучился, он там мучился и наконец что-то придумал. Полетел. Пока я на него смотрел, у меня ушел поплавок под воду. Ладно. Неприятность это мы переживем. Опять, друзья, плотва. Клев шикарный. Ну, периодами. Так, плотва стайная рыба. Подходит она каждые минут 20. Ловлю, можно сказать, уже у самой лодки. Далеко забрасывать не надо. Да и поклевки я вам скажу. Чем ближе к берегу, тем увереннее. Вернее, не к берегу, а к лодке. Кидаешь вдаль что-то вяло. Кидаешь ближе получше. Вот, друзья, такие вот дела на данный момент. Ну, что ж, будем ловить. Хотя опять собираются тучи. Возможно, дождь будет. Ну, пока нету, ловим. Ладно, сниму, что-нибудь интересное еще покажу. Ну, что, ребята, все, отрыбачился я. Приплыл на берег. Сейчас быстро собираю все снасти, раскладываю в машину, сдуваю лодку, сушу. Вот. Рыбалкой я остался сегодня доволен. Как бы, испытал новые насадки. Тесто с яйцом отлично берет, но это не для ленивых, а я ленивый. Каждые 30 секунд насаживать новые шарики или там палочкой наматывать. Это, ребята, очень быстро надоедает. Ловил на опарыша, на опарыша клювала мелкая рыба. Вот. Уклейка, густерка небольшая, плотвичка небольшая. И потом попробовал я на обычную перловку. На нее, конечно, клювало, но очень-очень плохо. И тут что-то я подумал, не достать ли мне с прикормки перловку. Она какая-то желтенькая уже от прикормки накрасилась. Вот. Я ее достал и забросил. Тут же поймал рыбину. Вот. Ветер, не знаю, слышно меня будет, не слышно. Ну, как-то так вот. Итак, что? Показать вам улов сегодняшний. Что хотелось бы еще сказать? Этот улов было бы намного больше, если бы не было дождя, если бы не сидел я в машине. А так, сколько? Полтора, где-то два часа я провел в машине. Вот. Ну, рад, что остался. Так что, вот такие это результаты. Итак, ить, ить, ить. Мой садовок. Вот, я столько рыбы. Платвичка, подлещик, густера, уклейка. Есть одна такая, ребята. Я был удивлен. Ну, вот, как-то так. На взвес килограмма два с половиной, под три, наверное, даже будет. По количеству штук, наверное, под пятьдесят, а то и за. Ну, отлично провел время. Отлично отдохнул. Всем желаю выезжайте на рыбалку, ловите рыбу. Или даже не ловите, просто подышите свежим воздухом. Настроение на неделю получил. Так что, завтра, понедельник, можно начинать с новыми силами работать. Ну, а на выходные вы увидите очередные рыболовные приключения. Вот. Думаю, мы еще съездим не на одно озеро и не на одну речку. Так что, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все у нас будет вот так. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok